За первые 19 дней наступившего года на дорогах республики уже погибли 20 человек. Почти половина аварий происходит из-за столкновений автотранспорта при выезде на встречную полосу. Садятся за руль и водители в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее об итогах деятельности госавтоинспекции, а также о причинах ДТП в материале моих коллег. Статистика показывает, что число ДТП снижается. Количество аварий в прошлом году уменьшилось почти на 10%. Тем не менее, отмечают сотрудники ГИБДД, уровень аварийности на дорогах по-прежнему крайне высок. Опасения вызывает категория несовершеннолетних водителей, которые ведут себя на дорогах крайне агрессивно. Случай в Кизлярском районе, когда трое несовершеннолетних на машине решили прокатиться с такой скоростью, что улетели в Кювет и трое погибли на месте. Ребятам было 15, 16, 17 лет. Жизнь в Кизлярском районе взял двух попутчиков, это вообще, на мой взгляд, страшная авария, страшная трагедия сразу для трех семей. Когда человек взял попутчиков по пути, сам остался жив, а двое ребят погибло в его машине от его агрессивного вождения. Почти половина ДТП происходит из-за столкновения транспортных средств. Из них около 20% по вине водителей. Часто участниками аварии становятся и пешеходы. Наезды на пешеходов. 25% ДТП это с участием пешеходов. Просто катастрофическая ситуация с аварийностью. 20 человек уже погибло на дорогах республики на сегодняшний день. 20 за 19 дней. В этом году контроль за пристегнутыми ремнями безопасности будет ужесточен. Коснется это как водителей, так и пассажиров. Кроме того, не останутся без внимания злостные неплательщики штрафов, попавшие в поле зрения ГИБДД.